Огород на подоконнике – отличный способ развеять сезонную тоску по природным цветам и теплу. В детском саду «Солнышко» решили восполнить пробелы в познаниях детей о том, как правильно нужно ухаживать за растениями. А чтобы процесс был более увлекательным, провели конкурс между группами названия «Самого красивого подоконника». Воспитатели совместно с детьми весь месяц трудились, что называется, не покладая рук. Проращивали семена, украшали емкости с растениями красивыми аппликациями. По признанию педагогов, дети от такой работы были в восторге. Для кого-то из них это был первый опыт земледелия, а кто-то считает себя вполне опытным садоводом. Просто я люблю растения очень сильно. У нас в деревне, знаете, как он говорит, огроменный. Занимает одну площадь рядом с домом и другую площадь на поле. И что выращиваете? Ну, скажем, мы там выращиваем рук, чеснок, малину, клубнику, ну все, всякое. Рассказы малышей можно слушать бесконечно, но пора вернуться к подведению итогов конкурса. Критерии отбора были немногочисленны. Основной акцент на оригинальность оформления импровизированных грядок. И в этом, надо отметить, полету фантазии и творческому потенциалу участников не было предела. Здесь и деревенские просторы, и лесные полянки, и даже космические станции. Все тут все космическое сделали. Ракеты летают наверху. Мы придумывали разные названия, украшали все это. По всему видно, что дети очень старались. Многие зеленые огороды удивляют разнообразием видов и пышностью рассады. Но работа оказалась по плечу не только ребятам подготовительных групп. Младшие также не остались в стороне и составили достойную конкуренцию своим старшим товарищам. Подоконники средней группы оформлены сказочно, в прямом смысле этого слова. Ну и мы выбрали сказку «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. А идея, сама тематика нашего огорода, она возникла вот так внезапно. Буквально вот думали-думали, что же такого интересного, чтобы была история, чтобы не просто оформить красивый уголок, а чтобы была история, чтобы можно было рассказать детям. И история действительно получилась очень красивой, как и во всех группах. Судите сами, сколько воображения, фантазии и творчества вложили в работу участники. Можно лишь представить, как трудно пришлось жюри. Стабильно мы проводим этот конкурс где-то, наверное, на третий-четвертый год. Уголоки стали разнообразными, вернее, эти огороды. Очень интересное оформление. Многих групп вообще порадовало. Но выбор сделать все-таки пришлось. Результатом конкурса среди старших и подготовительных групп уверенную победу одержала подготовительная группа номер два. Среди малышей на первом месте также вторая группа. Те, кому не удалось попасть на почетный пьедестал, не расстраиваются. Ведь уже в следующем году у них будет шанс покорить новые вершины садового искусства. Ксения Яковкина, Виктор Утробин, Ямальское телевидение.